В начале сегодняшней аппаратной Андрей Кулаков поздравил с юбилеем Елену Анатольевну Павловскую, которая уже много лет отстаивает права граждан Раменского района. Во-первых, я хочу вас поздравить с прошедшим днем рождения, юбилеем днем рождения. Пожелать вам, во-первых, личного счастья, успехов во всем. В работе вашей непростой, тоже связанной всегда с какими-то проблемами, которые к вам приходят, терпение. И всегда же возможности, но желание у вас есть, возможности помочь. Вот, поэтому все эти вопросы, которые касаются жизни в Раменском районе, они всегда по-новому проходят через вас и через именно вас. Потому что я знаю ваше отношение к делу и как вы интересуетесь всем вопросами, связанными с какими-то вопросами, касающимися прав человека, касающимися конкретного человека. Поэтому я желаю вам успехов в вашей непростой работе. И, собственно говоря, еще раз повторюсь, чтобы люди ощущали от вас всегда реальную помощь. И очень желаю вам такие возможности. Поэтому я вас поздравляю, награждаю знаком за высокий профессионализм. 8 мая в районе продолжится череда праздничных мероприятий, посвященных Великому Дню Победы. В первую очередь я хотела бы, уважаемые руководители, пригласить вас и ваши коллективы принять участие в наших мероприятиях. На городском кладбище у нас традиционно проходит небольшое мероприятие, но тем не менее молодежь, наш военкомат, ветераны, безусловно, всегда присутствуют. И также представители благочиния. За линейной частью города доброе и хорошее мероприятие, которое стало традиционным. Мы приглашаем вас принять участие по желанию в шествии, которое состоится от Раменской школы-интерната и прошествует до сквера Харазия. В 11 часов начала шествия, в 11.30 – начало митинга. И, конечно же, 9 мая – день, который будет насыщен торжественными праздничными мероприятиями, которые пройдут по территории всех поселений Раменского района и, конечно же, в городе Раменское. Поэтому в первую очередь приглашаем принять участие в той акции, которая последние годы стала, наверное, центральной в дни празднования 9 мая. Это акция «Бессмертный полк». Мы его формируем на площади молодежи. С 11 до 12 идет формирование колонны. В 12.00 старт дает акции «Бессмертный полк», которая пройдет по улице Красноармейской, по улице Бурьева и придет на площадь Победы. В Подмосковье сложилась непростая ситуация с вывозом мусора. Этот вопрос на особом контроле у главы района. Сейчас нам всем нужно держаться, 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 держаться. И смотреть, каким образом нам территорию не превратить в мусорную венец. Это завал. Поэтому, еще раз повторюсь, ситуация сложная, но мы в этой ситуации сложные должны сделать все возможное, чтобы наши населенные пункты выглядели соответствующим образом. Поэтому я прошу вас отнесись к этому с пониманием, потому что другой ситуации у нас не будет. На сегодняшний день на учете управления пенсионного фонда состоит около 78 тысяч человек. Из них получатели страховых пенсий, это обычная пенсия традиционная, 72 687 человек, что составляет чуть более 93% от всех получателей. 3 562 человека получают пенсию по государственному пенсионному обеспечению и 1 701 человек – это получатели пенсии и иных выплат. Также по состоянию на 31 декабря 2017 года в управлении числились получателями ежемесячных денежных выплат 21 379 человек. Средний размер пенсии в управлении составлял на конец года 13 790 рублей. Средний размер ежемесячной денежной выплаты – 2098 рублей 24 копеек. Количество пенсионеров, получающих пенсии через организацию ФГУ Почта России, составляет на сегодня 26 892 человека или 34,5% от всех получателей. Молодые люди с точки зрения материнского капитала и различных других вопросов так же к вам обращаются. Поэтому, конечно, еще раз подчеркну, что очень важно, вы работу ведете. На самом деле на сегодня каких-либо серьезных вопросов в пенсионном фонду со стороны жителей я, например, не вижу и не ощущаю. Есть какие-то локальные вопросы, которые надо решать в оперативном порядке. На днях губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встречался с ветеранами. Праздник началось с поездки нашей на прием к губернатору. Андрей Воробьев возглавил делегацию. Было очень много внимания нашим ветеранам. Общественная палата подошла, подавила ветеранам. Поздоровался Андрей Воробьев, рядышком был с ветеранами. В праздничный концерт губернатор выступал. В общем, настроение было хорошее. Сопровождение, медицина, все было, все организовано здорово. И сегодня в 11 часов мы у себя в Совете ветеранов проводим встречу с активистами, тем, кто сегодня еще на дворах, кто входит в школы, кто активно участвует в наших мероприятиях. Мы хотим поблагодарить им. Такое спасибо. 12 мая в Подмосковье жители будут сажать деревья. В Равенском основная площадка – это микрорайон номер 10, улица Молодежная. Ну и основная площадка районная, такая объемная, находится у нас в районе 52-й километра по Егорскому шоссе. Там 13 гектар леса мы будем высаживать. Собственно говоря, приглашаем также всех, все трудовые коллективы, приехать на место. Координатором этого всего является Роман Игоревич Булынин вместе с Игорем Вячеславовичем Монохином. Поэтому, если какие-то вопросы есть, по организации, место доезда и так далее, обращайтесь. Я думаю, что эту акцию тоже надо провести, и она будет логичным продолжением празднования Дня Победы 9 мая. 12 числа мы организуем такое. 7 мая свой профессиональный праздник отмечают сотрудники радиовещания. Уже более 80 лет информацию о районе жители узнают из программ Раменского радио. Сегодня, 7 мая, Раменское радио отмечает свой профессиональный праздник – День радио. Я бы отметила, что нашему Раменскому радио уже больше 80 лет. Сейчас основными сотрудниками отдела радиовещания Раменского информагентства являются три человека. Я их всех поздравляю, желаю дальнейших творческих успехов, такого же задора и оптимизма, с которым работают девчонки. Нам помогают, конечно же, наши корреспонденты, газеты «Родник без них». Наше бы радио не было столь обширным, разнообразным, потому что сейчас мы выходим в интернет-пространстве 24 часа в сутки. К счастью, нам удалось сохранить наше эфирное вещание, что по Московской области это уже стало редкостью. Мы также выходим 5 дней в неделю, по часу в день, проводим прямые эфиры, рассказываем последние новости с районных мероприятий. Также мы проводим сейчас прямые трансляции из футбольных матчей, из больших районных праздников, мероприятий. Радио развивается, живет, и это радует, конечно, и нас, и, я надеюсь, наших жителей. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...